Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Валерий Бовсуновский. Итак, ребята, сегодня я получил письмо, которое я получаю часто. Но, вы знаете, как-то я устроился в выходной, я люблю выйти в лес, там мне хорошо думается. И вот вернулся, увидел это письмо. И это точная вот эта, как правильно сказать, копия моего душевного склепка 2009 года, да? Давайте я зачту. Ой, извините, зачитаю. Добрый день, меня зовут Олег. Наткнулся на просторах интернета на ваш сайт. Не могу понять, какой курс выбрать, чего он стоит, ну, это ответим. Никак не могу начать изучать Python. Не могу понять, с чего начать. Смотрел курсы, читал, но что-то не могу вникнуть. Вот это для нас важно. Нам надо ответить на этот вопрос. Не только Олегу буду отвечать, но и другим ребятам. Хотя без проблем могу делать, изменять сайты, продвигать их. Как-то проблем с HTML, CSS нет в плане, что добавить, поменять. По-настоящему я никогда не программировал, но желание с детства. Делал всякие автораны, запуск, ну и так далее, и так далее. Есть такие проекты... Так, а где... Сейчас, секундочку. Проекты, то есть, ну, нормальные сайты, да? Делает уже Олег. Олег. Ну, перечислил проекты. Но что-то я, с какого бога, с края не могу подойти к Python. Вот и вопрос, помогут ли мне ваши курсы. Зная себя, я всегда во все долго въезжаю, но потом держите меня семеро. Так. Будем работать. Итак, ребят. Я увидел в этом письме... Вот я вам прочту. Я начал отвечать Олегу, чтобы вы больше поняли. Отправленные. Олег, скидка будет продлена, не переживайте. У нас с вами сходный тип ума. Моя копия. Программировать будете точно. Пока ничего не оплачивайте, подождите следующего письма. Я запишу видео. Оно, конечно, вам, но и другим ребятам, которые не могут войти в язык. Сейчас я запишу видео и дам ответ. Благодарю за доверие. И вот я начал писать. Я вам тоже зачитаю. Я начал писать ответ, но потом понял, что нужно записать урок. Пока прочтите, что же написал, ждите письма. Олег, я вас очень хорошо понимаю. У нас с вами очень сходный склад ума. Так, в 2009 году, это я про себя пишу, я тоже пытался начать программировать. Пробовал PHP, C-Sharp, Delphi, скачивал разные курсы, но никак не мог понять, как вообще начать программировать. Я это называл, не мог войти в язык. При этом я даже не задавал вопрос, какой язык учить. Я не понимал, что вообще в языке учить надо, чтобы писать. Я думал, наверное, это происходит со всеми, кроме меня. Потом я наткнулся на Python. Сразу мне понравилась Django, но, увы, первый сайт я написал аж через полтора года. Я, чтобы Олег не отчаивался, дал ему несколько ссылок. Ну, начнем с последней. Просто это вам, ребят, такое. Валерий Иванович, привет. Как ваш ничего, как дела? В вашей школе раньше был, потом самостоятельно изучил Django. Много воды утекло. Хотел сказать вам спасибо, что получил работу в банке. Взяли разработчиком уже почти 8 месяцев. Ну, тут я делаю перенаправление. Там есть важная часть, но, скорее всего, для меня. Не хвалюсь. Просто хотел сказать спасибо за вашу работу. Мне очень помогли ваши уроки. Я не пожалел, что учился. Ну, и там бла-бла-бла-бла-бла. Желаю вам успехов в дальнейшем. Большое дело делаете. Действительно, у меня очень много людей начали программировать. Ладно, давайте по существу. Итак, Олег. Я, Олег и другие ребята. Я вас попрошу сейчас просто делать то, что я скажу. И все. Значит, первое. Остановите видео. Вы просто тупо выполняете. Остановите видео и возьмите бумагу, лист бумаги и ручку. Как только возьмете, значит, включайте видео. Итак, почему человек не может начать программировать? Первая. Первая причина. Потому что человек пытается с языка сделать нечто особенное. К этому приложили руку многие. Вот Олег написал нечто. Ну, прежде чем вам писать, я посмотрел все отзывы, пару ваших видео и предыстории работы ваших учеников. Уверен, что начну кодить. Но так как упрямый, ну вот два месяца книги написаны в китайском, а с лекцией два-три... Ну, в общем, хорошо. Буду ждать письма. Все верно. Олег, уже работаем. Особенно. Ребят, первое. Взяли лист бумагу и ручку, да? Делаем. Итак. Напиши... Давайте даю задание. Значит-то, вы собрались на рыбалку. Либо описывайте свое какое-то желание. Девчата описывают то, что у них хобби. Швейное дело, цветы, все. Итак, задание номер один. Напишите список, что вам надо. Вот, вы собрались на рыбалку. Пишем список. Первое. Мне надо там... Вот все, что на вас одето будет, включая. Мне надо одежда. Мне надо удочка. Мне надо подкормка. Девчата пишут. Кто, допустим, собрался... Собралась... Садить... Высаживать цветы. Мне надо лопата. Мне надо... Значит-то, грабли. Мне надо... Что там надо? Мне надо вскопать. Что? Где вскопать? Пишем. Просто тупо пишем. Список. Итак, я... Для мальчиков пишу. Поэтому девчата сами. Пишем. На рыбалку. Костюм. То есть одеться, да? Одеться. Рыбаловному. Удочка. Прикорм. Наживка. Удочка, прикорм, наживка. Маршрут. Сделали список? Сделали. Ребят, а теперь просто в этом списке с краев поставьте две скобки квадратных. Как они? Я, может, немножко возбужден. Вот такие вот скобки. Поставили. Вот первый ваш код. Ребята, вся проблема в том, что первое. Вы, когда читаете книги, в книгах просто идет перечисление языка. И читали вы Луц или кого, программировать вы не будете. Если вы будете пытаться думать как программист, то есть задавать вопрос, а как думают программисты? Да есть в твой раз. Да никак они не думают, как обычные люди. Язык создается, как наш ум работает. Язык подстраивается под ум. И не надо выдумывать и слушать разную, извините за меня, хрень, что надо думать как программист. Вот, вот, что здесь? Так вот, объясняем смысл. Смотрите, мы перечислили. Одеться, удочка, прикором, наживка, маршрут. Теперь подумаем. Мы пишем программу «Поехать на рыбалку». Значит, если мы хотим перечисления, вот человек же пишет списки там в магазин, в данном случае на рыбалку, как список через запятую. То же самое, допустим, есть в языке программирования Python. Это тоже называется список. И здесь добавляются элементы. Единственное, что нам надо разобраться, это как объяснить компьютеру. Вот, допустим, когда мы ставим квадратные скобки, это значит компьютеру мы говорим «это список». То есть, все перечислено. Второй момент. Если это слово, компьютер ведь слово не понимает, но достаточно нам поставить. Я здесь не могу этого сделать, кавычки, поэтому мне придется открыть другой файл. Вот это перенести в другой файл. Может быть мелко, но вы будете понимать. Потом мы вернемся сюда. Это письмо Олегу. Смотрите. Вот как только я поставил двойные кавычки, разделил слова, это значит уже компьютер это воспринимает как строки. Грубо говоря, только что мы с вами рассмотрели два типа данных. Первый тип данных – это список. Это просто квадратные скобки. И второй тип данных – это строка. Это просто кавычки, двойные или одинарные. Теперь вопрос на ответ, на первый. Чтобы начать программировать, первое – надо изучить типы данных. По сути дела, если вы начнете относиться к типам данных и понимать их просто как продолжению своего ума или как к элементам, чтобы объяснить свои мысли компьютеру, то ничему не надо учиться. Вы уже программировать умеете. Пожалуйста. Сейчас, Олег, вам второе задание. Завтра, завтра, весь день попробуйте понаблюдать за собой. Именно когда будете куда-то ходить. Вот вы идете в магазин. Да, вы не осознаете, что ваша рука тянется к двери. Вы не осознаете, что рука берется за дверь. Вы открываете дверь. Вы не осознаете, что если у вас записан фарш, что вы идете в мясной отдел, вы это делаете на автомате. Разница с программой в том, что просто эти действия надо описать. Всего лишь. На самом деле, пожалуйста, понаблюдайте за собой. Вот вы подходите к двери. Но ведь вы на каком-то мысленном уровне, интуитивном, понимаете для себя, что рука должна тянуться. Если бы вы не понимали, то вы бы ее не открыли. Зайдите в магазин и обратите вот во время захода на свои мысли. Отлично. Магазин, который вы знаете, это хорошо. Вы знаете, куда идти. Но обратите внимание. У вас, вы стоите в магазине, и у вас срабатывает. Надо идти там направо к последнему лотку, потому что там мясо. То есть у вас включилось. Оно у вас постоянно работает. Если магазин закрыт, идти домой. Если магазин открыт, то открыть дверь, зайти, пойти направо, налево. Опять же, ребята, программировать может каждый. Значит, Олег, чтобы войти в язык, просто надо начать воспринимать типы объектов, создать для них ассоциации. Вот мы с вами создали. Вечером потренируйтесь, создайте списки и просто обнесите их скобками. Как только вы обнесли скобками, значит, в данный момент для языка программирования Python вы составили список. И в жизни вы составили список. Но именно эти скобки дают возможность языку программирования Python объяснить, что это список. То есть все элементы идут один за одним. При этом могут быть любые. Так что, смотрите, ведь это просто. Что вы здесь не умеете? Вы здесь все умеете. Дальше. Если мы начнем разбираться с типом данных список, то оказывается, он имеет команды, допустим, add, добавить. То есть, грубо говоря, используя команду add, мы можем добавить в список еще один элемент. Да, ручкой мы просто пишем, но ведь компьютер добавляет программно, значит, понятно, нам надо просто изучить методы. Это называется метод. Теперь еще один тип данных возьмем. Вы едете на автомобиле. Смотрите. У вас в кармане права. Права. Сами права. Вы можете, вот вы едете, вы можете их изменить. Нет, не можете. Потому что вот права, это права. Они не могут быть паспортом. Это права. Но ведь для этого тоже есть в Python тот же тип, кортеж. Это круглые скобки. Как только мы поставили круглые скобки, это кортеж. И если мы сюда внесли права, то хоть кол на голове чеши. Ну, никак не измените. Это тип данных, который нельзя изменить. Вот он вбит. Все. То есть при помощи этого типа данных можно делать, допустим, программы для банкоматов, для оплат. То есть то, что нельзя изменить. Если это права или номер там ВА прав, да, 569, там какой-то номер я придумал, серии номер. Все это не изменено. Мы поменяли квадратные скобки на округлые. Для нас это круглые. Но когда мы начинаем знакомство с Python, мы понимаем круглые скобки. Это называется кортеж. Если мы вникаем, что такое кортеж, то кортеж это то, что нельзя поменять извне. И как различает Python кортеж? Это уже мелочи программного кода. Если у нас даже один элемент, мы ставим, пусть это вот строка будет, да. То есть мы уже используем строку. И у нас один элемент. Мы ставим запятую. Это именно так мы объясняем языку программирования Python, что это кортеж. Если запятой не будет, Python не распознает. И вот с этим связаны, допустим, ошибки в джанго, в кортежах. То есть человек забывает. А я говорю, ребят, ну, ставьте вы везде запятую в конце, и все будет нормально. Так вот, на самом деле начинать нужно с типов данных. Но когда мы тупо читаем Луца и читаем там, да, ребят, смотрите, в чем пробел? В чем пробел? Почему начинаешь человек, не может начать программировать? Пробел вот он. Это Луц. Луц великолепнейшая литература, но для человека, который соображает. Это справочники. А вот вы, вы читаете у Луца про тот же список, да? Вы там читаете, допустим, и Луц, в чем минус? Луц приводит математические примеры, которые вам ни о чем не говорит. Вот он пишет там, вот это список, можно делать то, то, то. Но у вас ассоциации, ребята, нет. Нет, вы понимаете, вы читаете список, ну, список, ну, а мне что до этого списка? Ну, грубо говоря, почитали и все. Но как только мы сели с вами, написали только что на рыбалку, то есть вы к себе применили этот же список, то сейчас вы залезете в Луца и уже будете смотреть, как добавить объект, и вам будет понятно, метод поднесения материала разный. Вот почему у меня люди программируют. Я рассказываю просто. Значит, ребята, это первый момент. Мы можем смело себе сейчас начать записывать, чтобы начать программировать. Первое. Типы данных. Да их немного вам хватит вначале и вообще всем хватает. Список, словарь, строка, кортеж. В принципе, даже четыре типа от и до. Но вопрос, как применение типа. Типы данных в школе есть. Конечно, есть. Когда вы приходите в школу и оплачиваете, допустим, вот сайт spb-tut.ru для новичков, то вы обязательно получите в подарок бесплатно при оплате. Мой первый сайт, когда-то я делал этот курс, понимаю, дети шести лет. Работа с Python. Изучаем язык программирования Python от А до Я. И вот вы смотрите первые уроки и продолжение. И вот как раз эти типы данных. Тут и есть. И это только начало пути. То есть здесь есть много чего. Язык отложится чуть позже. И сейчас эту работу в школе я веду. Сейчас я расскажу. Значит, ребят, теперь смотрите. Существует определенный разрыв между изучением языка и тем, как начать писать. После уже практически восьми лет преподавания я этот вопрос решил. Ну, например, что сейчас происходит в школе? Вот смотрите. То есть я сам часто скучаю. Вот Осадчий, новичок, уже начинает писать на двух языках. И довольно неплохо. И на основе вот этого Сергея Осадчева, вот смотрите. А ведь он не так давно вообще ничего не соображал. Вообще ничего. Но сегодня он пишет код, который описывает с пониманием. И я его письма складываю вот сюда. То есть хочу с них делать курс. А вы, кто пришел, можете спокойно это сообщение вы увидите и проделывать. Как я здесь занимаюсь? Скажу сразу. Это не запланировано. И в принципе, я особо... Я писал курсы, но вижу, что появились люди, которые хотят. И я начал давать задания. Вот, допустим, Сережа, то есть Олег, что мы с вами говорили? Вот начал он с того, как построить дом. Кирпич, лопата, песок, цемент, список. А потом я начал ему просто давать задания. Проделывайте эти задания. Я их ниоткуда не беру. Я вот смотрю, что он пишет. И соображаю, куда его дальше везти. Или любого новичка. И просто даю задания на основе ответов. И вот он начинает писать. Дальше, дальше. Потом я придумал задачу про зоопарк. И он уже описал зоопарк где-то. О, благодарю, а это он Сашу. Круто, спасибо. В общем, он пишет, что у него получается. Но я вижу, по коду получается. Это он уже... Я давал задание, я его не нашел сейчас. Про зоопарк. Ну, придумал, придумал. Но, тем не менее, смотрю, прошло немного времени. А вот поиск можно вот так сделать. То есть, грубо говоря, ну, увидите. Вот здесь, что начал применять Асачий Сергей. Вот то, что я говорил. Я ему сказал, вот тебе зоопарк. Попробуй определить, какие типы данных у тебя будут. Пять вольеров. И полностью задача описана. Здесь она есть. И вот он правильно определил поиск. Он определил словарь. То есть, по ключам. Сама задача. Где-то ее можно найти, конечно. Но я сейчас не буду. Что вышибает новичков. Смотрите. Новичков вышибает документация. И вот она в чем. Вот смотрите. В документации. Вот человек, как новичок соображает. Я хочу. Вот. Ну, давайте. Сейчас я попытаюсь. Чтобы вы меня именно поняли. Вот смотрите. У вас стоит задача. Ваша задача. Пишем. Описать зоопарк. Описать зоопарк. То есть. Ну, давайте. Чтобы время экономить. У нас есть пять вольеров. И пять животных. Да. Ну, пока хватит. И. Вот это ваша задача. А вот это. Стоп. 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 А вот это вот. В данном случае. Это доки. Любой. Любой библиотеки. Там не написано. Подсчитать. Пять вольеров. В доках написано так. Так. Напустим. Элемент. Извлекает. Список. И новичка здесь вырубает. Вырубает. До тех пор. Пока он не начинает думать. Вот как я показывал в начале. Смотрите. Если. Мы понимаем. Что список. Это перечисление. И у нас пять вольеров. То допустим. Мы читаем. В доках. Аль. Да. Метод. Аль. Там. Извлекает. Все элементы списка. Там нету. Что вольер. Потому что. Ведь. Извлекать все элементы можно. И. Описывая зоопарк. И. Описывая учебное заведение. Поэтому доки составляются таким образом. И вот. Когда. Ребята. Смотрите. Вы. Изучили типы данных. И. Вот. Как я в школе сейчас начал. Есть. У нас конкретная задача. Пять вольеров. Теперь. Смотрите. Давайте рассуждать логически. У нас есть вольеры. Ну вот вы. Как нормальный человек. Олег. Это. Сто процентов. Вы уже давно. Сто лет. Программируете. Подумайте. У вас есть пять вольеров. Хорошо. Как вы. При помощи чего вы их опишите. Вот возьмите лист бумаги и ручкой и пишите. Пять вольеров. Правильно. Вы думаете. Перечисление вольеров. Это может быть и список и кортеж. Ну. Возьмем список. Пять вольеров. То есть вольер. Берем список. Вольер один. Вольер два. Вольер три. Вольер четыре. Допустим. Пять. Второй шаг. А ведь надо сейчас привязать животных к этим вольерам. Значит. У нас получается. Допустим. Там. Тигер. Тигер. Вольер номер один. Тигер. Вольер номер один. И если мы. Ну. Давайте назад откатимся. Если мы смотрим доки. И мы для себя соображаем. Так. А мне надо извлечь все вольеры. Это называется в языке извлечь. Значит. Мне надо список все. Аль. Все. То есть. И грубо говоря. Программа мне выдаст. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Но на самом деле. На самом деле. Я дальше не буду вдаваться. Все это в школе. Просто. Я говорю. Хочу вам сказать. Именно об одном. Разрыв происходит. Именно до тех пор. Пока. Вы каждый тип данных. Не дадите ему ассоциацию. Вот как мы с вами давали список. Потому что. Допустим. Вот на этих курсах. Да. Я понимаю. Но переписывать не хочу. Вот здесь допустим. Строки. Очень узко даны. Вот допустим. Ребята. Смотрите. Строка. Да. Строка. Строка. Вот смотрите. Сейчас запомните. Сразу. И на всю жизнь. Что такое строка? Правильно. Луц описывает узко. Я сказал узко. Сейчас скажу широко. Грубо говоря. Вот строка. Ребята. Для языка Python. Две одинарные. Или две двойные кавычки. Строка. Давайте мы попробуем Олег. Что вы сейчас делаете? Записывайте слово Олег. Записали? Возьмите теперь вторую бумагу. И расположите буквы так, чтобы не было слова Олег. И отнесите матери там, жене, другу. Вот читай. Несите. Несите. Отнесли. Что он видит? Вы написали сначала Олег. Олег. А другу отнесли, допустим. Гелло. И ему говорите. А здесь написано Олег. Просто пока я нес, оно перепуталось. Так вот, ребята. И тип данных строка становится для нас понятен. А что такое строка? А когда мы не хотим, чтобы данные изменились в порядке исследования сами. То есть, если буква О на первом месте, значит, мы когда отправили письмо, и оно пришло другому человеку, значит, это буква О там же. Ну, никак не вот таким образом. Вот тогда нам становится понятно. Строка это не просто слово. Именно так я старался. Возьмем ссылку. Что это? Тут написано HTTPS двуэтой. Это строка. Возьмите. Сайт откройте. Как язык извлекает адреса. Любой. При помощи строк. Во всех языках. Хоть вы берите 100 языков. Хоть 200. Хоть 300. Но есть понятие строка. И смысл строки один и тот же. Простой. Чтобы все символы были в определенном порядке. Слева направо. А вот что там будет вписано. Или Олег. Или адрес. Это уже зависит от задачи. И поэтому, если мы вернемся к нашему заданию, то нам становится понятно. Если мы хотим, чтобы тигер и оставался тигером, а не ригетом, то мы делаем это строкой. Мы четко понимаем, что когда это строка, то символы будут расположены слева направо, пока мы их не изменим. Изменить мы можем только сами. Вот видите, вы намного больше уже поняли про тип данных строки. Просто, когда вы пишете ручкой, у вас они не перескакивают. Но это же компьютер. Здесь мы печатаем. И как только мы поставили кавычки, это компьютер понимает как строка. Но ведь строки имеют намного больше. Например, строки имеют излечение по срезам. То есть мы можем излечь первый символ, второй, третий, четвертый. Зачем это надо? Да по-разному. Анализ. Или. Пожалуйста. Зачем это надо? Да вот. Открываем сайт. Новое читать. Вот записи. Вот именно. Вот излечение по срезам. Излечь последние 15 записей. Просто там идет функция, а потом идет список. И у меня там излечение от... Ну, я просто говорю, сейчас не буду писать. От нуля там последние 15 записей. Вот вам применение излечения на практике конкретно. Да много библиотек написано. Смысл остается один и тот же, ребята. Уже затянул видео. Как только вы перестанете искать пути, как научиться стать программистом, лучше поищите пути, как типы данных создать ассоциации. И все типы данных, которые есть в любом языке, особенно в Python, да? Почему? Потому что они очень четкие здесь. Они имеют определенные ассоциации. Список совершенно такой же список, как в магазин. Единственная разница, там вы пишете на бумаге, а здесь, как только вы поставили квадратные скобки, для компьютера сказала, это список. Дальше читайте книгу, смотрите курсы, что оказывается в список можно добавить, извлечь элементы, извлечь первый, второй элемент в зависимости от задач. Мы с вами разобрали два типа данных. Олег, значит вы приходите в школу. Я когда-то переделываю дизайн, но не люблю я дизайном заниматься. Вы делаете красиво. Я рассказываю всегда суть. Обратите внимание и в другие ребята. Значки не эти, которые крутятся в личном кабинете, расположены таким образом, как бы я рекомендовал изучать. То есть, грубо говоря, вот первый ссылок Python, вот пошло Django, Django средний уровень и так далее, и так далее. То есть, нажимали на ссылку и пошли смотреть уроки. Это первое. Теперь, если вы обратите внимание, то я дам вот эту вот ссылку, и это сейчас не реклама, сразу говорю. Это методика новая. Ну как, я к ней пришел. Сейчас я объясню суть ее. Я ее не придумал, просто она сама из меня вырвалась. Вот именно ответ на ваш вопрос. Вот здесь, когда вы зайдете на сайт kotlinclank.spb-tut.ru, вы увидите ссылку «Быстрый старт». «Быстрый старт Котлин», «Быстрый старт Android Studio», «Быстрый старт блокчейн». Я сейчас отвлекусь. Запомните, Олег. На сегодняшний день, конечно, я выбираю языки очень осознанно. Почему? Потому что важно языки вызывать правильно. Если вы выберете Python, то Python это на все времена. На нем можно написать все, что угодно. Здесь выбран Kotlin. Но Kotlin это то, что делает Java. Разница вот в чем. И вы поймете сейчас. Вот это код на Kotlin одна строка. Вот это код на Java 40 строк. На одну строку мы точно можем написать. Так вот, у вас будет мобильный рынок и Java, и Python. А это значит, вы сможете браться за любую программу. К чему я? Я рекомендую. Но ни в коем случае, вот как только человек скажет «Это реклама», да, сейчас, выключайте видео, идите, идите с моих глаз, слушайте умные речи. Я говорю, может быть, неправильно. Да, я, ну так я произношу слова, может не все верно. Может быть, эмоционально. Но у меня люди пишут, все пишут, все начинают писать. Быстрый старт Kotlin вам надо. И вот здесь прочитайте исповедь программиста, как правильно выбрать язык. Смысл заключается в том, что изучать надо два языка. И вот вам пример Осадчева. Я не зря вот беру, да. Этот человек не так давно пришел в школу. Сегодня он пишет программы. Смотрите, они красивые. Но заметьте, он такие же программы пишет и на Kotlin. И ему понятно. Так, вот группа. Просто сейчас я расскажу, в чем суть этой методики сейчас, к которой я пришел. Вот, домашние задания по Kotlin. Обратите внимание, школа. В школе не надо рыться по группе. Все рубрики прицеплены к плану. То есть вы с плана будете переходить. Ну, допустим, берем числа, вот мы прошли, да. И смотрим. Осадчий, Осадчий просто выполняет задания. И смотрите, он пишет Kotlin на Kotlin. И на Java начинает писать. Ответ прост. Новичок. Что семипядий во лбу? Я у него спрашивал. И на питон пишет. И зоопарк уже описывает вовсю. Так делайте это с ним. Только не смотрите, что он, ведь он с нуля делал. И я его ругал за свои ошибки, потому что вначале в курсах я называл функции русскими. Сейчас говорю, не надо повторять. Ладно, давайте к сути. Итак, в чем суть вот этого сайта? Сейчас я вам покажу сначала в реальности. Сначала произнесу мысль. Внимание, услышьте меня, ребята. Изучайте и Python, и Kotlin. Сейчас поясню почему. Значит, в Kotlin вы будете немножко ошарашен, но вам будет вполне понятно. Когда вы пойдете быстрый старт, здесь я отношусь немножко по-другому, совсем по-другому. Здесь я делаю сам доки, но информации по языку мало, поэтому я сначала делаю для себя как бы план курса, пишу, а потом человек еще может посмотреть. И если здесь более-менее все по порядку, то на самом деле, на самом деле, по урокам, когда вы пойдете, да, а вот они курсы, то вы увидите объявление переменных, потом бац, и сразу функции. Но люди ведь, я же вам показывал, Асачи, Ситушкин, ребята пишут. А вот в чем суть методики, ребят, смотрите. Суть методики следующая. Про типы данных мы с вами только что говорили. Да, типы данных. Ну, то есть, помните, списки составляли. Теперь, запомните, ребят, все языки схожи, все языки имеют типы данных. Единственное, они могут отличаться. Допустим, в языке программирования Kotlin это массивы, но это что-то похожее на список в Python. Но вы уж точно будете, изучив Python, хотя бы один язык, то второй, вы будете понимать, что, допустим, массив строк, он просто так называется, и у вас будет ассоциация. Это типа списков Python, но вы точно будете понимать. Все языки имеют функции, ребята. Вот в этом и суть моей методики. И она работает великолепно. Ребята, что такое функция? Функция, это мини-программа, которая закончена и которую можно использовать многократно. Вот, в языке Python она называется Dev, ключевое слово, в, значит, в Kotlin, Fun, да? Но вопрос в том, что это программа, которая нечто описывает. в данном случае он пишет input, то есть ввести ключевую инструкцию, введите фамилию, имя, отчество сотрудника, вывести, добавленную базу, то есть он проводит проверку, вот append, да? Добавить. Видите, да? То есть это функция. Так вот, ребята, когда я понял, что надо на что-то опираться, и опираться надо именно на функции, потому что в любом языке, который современный, функции, это рабочая лошадка. Но одно дело, мы берем интерпретатор и компилятор, мы все это разбираем. Мы берем интерпретатор или компилятор и начинаем там нечто кодить, да? Грубо говоря, вот как мы писали. Сейчас я вам пишу. Ой, надо открыть. Сейчас я IntelliJ открою. Так, я немножко переделывал систему, там надо сбросить. Ну да ладно. Ругают меня потом, что вот это все я проделываю в видео, но просто понимаете, я вот эти эмоциональные уроки я не готовлю заранее. Я просто хочу рассказать именно просто сейчас покажу. Сейчас, секунду буквально, подождите, пожалуйста. вот я распределил. Сейчас, сейчас, сейчас. Обратите внимание, сейчас я покажу очень это важное. ага, вот. Но одно дело, мы просто, ребята, изучаем, а другое дело, мы начинаем все эти типы данных проходить в функциях. Это готовый рабочий код. Мы начинаем думать программами, потому что сам тип данных нам ничего не дает. Сама по себе функция дает нам написать программу, то есть, несколько действий. Ну, например, как в данном случае написано эти несколько действий у Осадчева. То есть, функция, он определяет функцию, определяет тип добавления сотрудников, иначе, если что-то пошло не так, там, некорректный код, дальше выводит. То есть, функция, включая в себя несколько шагов, то есть, мини-программу. И сама программа большая состоит из функций. Например, если взять зоопарк, то одна функция описывает вольеры, другая функция, какие животные в вольерах, третья функция описывает сотрудников, но когда мы все эти функции собираем, то у нас получается программа. И сразу мы легко подошли, а что же такое классы. Ребят, функция есть основа. И вот только что я вам говорил, что, например, одна функция, вот только говорил вам, да, одна функция, первая, у нас описывает вольеры, но если мы берем зоопарк, да, вольеры, вторая функция у нас описывает, кто живет в этих вольерах, третья функция у нас сотрудников, пока хватит, и так время много. Но смотрите, в Python функция в классе называется метод. Мы можем писать на функциях и достаточно удобно, но потом мы подходим к классам. Что такое класс? Создание нечто нового, просто по сути дела, чтобы мы сделали. То есть, когда мы создаем класс, грубо говоря, все функции, которые были отдельно, мы пишем в классе теперь, да, просто ключевое слово здесь называется уже класс. Класс. Для нас человеческим языком это создать нечто новое. И на самом деле, на самом деле, мы просто вот эти функции, которые раньше мы написали, сейчас я должен их, мы их вместе, вместе размещаем, но впереди у нас ключевое слово класс. Зачем нам это нужно? Почему в языке есть классы? А, грубо говоря, смотрите, в чем фишка? В данном случае, просто функция поменяла название. В классе она будет называться метод, но это будет та же функция и также описывающая вольеры. Только теперь, смотрите, вот у нас есть вольеры, кто в вольерах, сотрудники, да, и мы хотим добавить, например, порядок распещения, то есть работа с посетителями. По сути дела, мы могли пойти и на функциональном программировании, опять же, подключать функции, которые написаны, но нам облегчает это дело класс. По сути дела, класс имеет такую вещь, как наследование, и когда мы создали новый класс, и назвали, вот этот класс у нас называется ЗОО, да, а вот этот класс мы назвали, я посетители не знаю по-английски сейчас, поэтому просто напишу ПОС по-русски, но он наследуется от класса ЗОО, от этого предыдущего класса, и грубо говоря, что для нас сделал язык, нам не надо в новом классе описывать вольеры, кто вольер сотрудников, это все уже благодаря наследованию перенеслось нас в новый класс, вот в этот, мы просто можем сосредоточиться на функции, то, что называется методом, и написать, допустим, распорядок посещения, это же просто, ребят, согласитесь, если вот так объяснить, правильно, мы просто добавляем только одну функцию, или в классах он называется метод, но все остальные функции, они автоматически перешли в этот класс, это называется в языке программирования наследовались от класса ЗОО, и уже этот класс ПОС, он, это мы можем использовать, но чтобы подойти к классам, ребята, я и пошел через функциональное программирование, когда человек учится писать функции, не просто функции, что может функция, а учится писать типы данных использовать на практике, и вот мы в школе этим занялись, то есть начал человек расписывать зоопарк, он уже решает задачу, то есть он вот это и есть называется программирует, то есть в данном случае Асачи и Сергей используют типы данных для выражения конкретных вещей, давайте посмотрим, штат, вот у него переменная штат, 100 сотрудников, дальше, вот он использует эту переменную штат, а дописывает как строку, выводит сообщение работников в фирме, он просто взял, так получилось, дальше, вот он определил список, он думает, что я буду добавлять сотрудников, куда, куда он будет добавлять, он добавлять в список, смотрите, и вот БД, БД, список, БД1, словарь, мы сейчас не разбирались в словарь, но мы дальше видим, БД, АПЕНТ, БД, это список, который создал Сережа, АПЕНТ, это стандартная, стандартный оператор работы со списком из языка, то есть, который означает добавить, понимаете? И вот он пишет, пробовал использовать слова Рида, добавлять для БД, то есть, он уже, моя цель какая была, сначала, я сейчас поясню, вы поймете мою идею, я много наговорил, но я говорю, я не готовился, сначала моя цель была человека научить функции писать, и мы шли здесь последовательно, сначала я говорю, Сереж, напишите функции, он написал, я не буду показывать, там я их не найду, времени много и так, дальше, я понимаю, вот мы берем функцию, да, и какая разница, смотрите, там была функция на Python, но тут функция на Kotlin, но есть один принцип, я говорю, Сереж, смотрите, там в Python было Dev, здесь ключевое слово Fun, разница нет, но я ему говорю, вот это вот название функции, а давайте теперь разберемся с аргументами, и он понимает, что Python, то, что в скобках называется аргументами, а в Kotlin параметрами, разница, но смысл один и тот же, мы разобрались с этим, потом, я говорю, ну давайте попробуем использовать функции дал задание, потом дал задание, а вы попробуйте, чтобы функции использовали функции, а потом дал задание зоопарк, а потом, чтобы выполнить задание, дал дополнительное задание, все дело идет, другие ребята может быть и стесняются, но я знаю, что они делают, просто Асачи более смелее, тут Сидушкин еще второй есть, Александр, он тоже вовсю бомбит, но я понимаю, что школа делает и реально начинает программировать, что касается Джанго, коротко, вот это и есть программирование на чистом Python, и программировать может каждый, просто вы начинаете, пусть в школу пришли, вы начинаете делать, то есть изучили Python, начинаете делать уроки, домашние задания, если вас интересует веб, то смотрите, ведь у вас когда будет приходить письмо, оно будет определенного вида, просто чтобы не писать, да, тут есть ссылка, как правильно учить Джанго, обязательно прочитайте, и будете работать с Джанго, когда начинается программирование, ребят, вот первые мы изучили, да, ребята, давайте коротко и заканчивать, первое, мы с вами разобрались, сначала типы данных, второе, программирование начинается именно с того момента, когда вы начинаете писать первую программу или работать с библиотекой, здесь жирная точка и пишем какую программу, пока вы делаете по моим урокам, вы еще не программируете, вы проходите материал, но как только вы написали свой сайт и думаете, так, а добавлю я как комментарии, начинаете самостоятельно создавать таблицу базы данных, то есть делаете сами потребность сайта, вот это уже пошло программирование, в данном случае с Асачем Сергеем мы работаем с чистым Python, почему, потому что это важно, человек точно будет программировать, и отвечаю на вопрос, который я затронул, помните, я вам говорил, что изучайте два языка, ребят, запомните, все языки схожи, вот сейчас это крик души, когда-то, 8 лет назад, я тоже читал, что надо изучить десяток языков, я себе думал, ой, хоть бы один выучить, я вообще ни черта не понимаю, с чего начать, но сейчас я вам объяснил, конечно, но это была ошибка, и сейчас я ее исправил, во-первых, поменял методику, когда вы будете проходить Kotlin, внимательно еще раз говорю, исповедь программиста прочитайте, будете проходить Kotlin, будете проходить эту методику, тут все привязано к функциям, применяйте это и к Python, делайте, я потихонечку все равно складываю все ответы осадчево, чтобы сделать учебный материал, хотя, ну, это как дополнительно, поэтому сейчас тот, кто в школе, в группе может проделывать, только делайте, а не смотрите, что он, вот сделали, потом уже смотрите, что он там делал, обсуждайте, делайте, и изучайте два языка, я же вам только объяснял, функция, она в любых языках функция, и таким же расчетом вы будете писать на двух языках, поймите, изучение двух языков, это то, что вы железно будете разбираться и писать, это сто процентов, почему наш мозг мыслит именно на отличиях, ребята, это архиважно, когда вы изучаете просто Python, для меня вначале было Python, ну, Python есть функция, но функция и функция, на самом деле, когда вы начинаете изучать тот же Kotlin, а выйдете значит и на Java, это значит будете суперпрограммистом, вы понимаете, что функции разные, они выполняют разные задачи, и вы уже по-другому воспринимаете и функции Python, и функции Kotlin, и когда, допустим, я начал изучать GC, мне достаточно было взглянуть, а что представляет себя функция, я посмотрел, ага, функция первого уровня, и мне уже было все понятно, и вам так будет понятно, потому все эти вещи я говорю, поэтому прочитайте и вперед, но, ребят, что я еще рекомендую, вот здесь есть на этом сайте сайт spb-tut.ru есть в описании видео, здесь, ну, посмотрите, новое читать, то есть, школа живет, школа развивается, начни здесь, откройте рубрику, допустим, ну, прочитайте, почему Python, есть еще сайт, где мы пишем социальную сеть на Жанг, но много чего, много чего, в общем, ребята, я не знаю, получилось у меня ответить на вопросы или нет, но то, что вот каждый может в школе программировать, я надеюсь, что задатки Олегу помогут начать писать, ведь именно у него ступор был, я уверен, что он читал книги и читал про тот же список, но у него не было ассоциации, как применить, как только он возьмет типы данных, начнет выполнять те же задания, как делает Сергей Асачий, то скоро он будет писать вот такой вот разный код, это простой очень код, но потом будет усложняться, но для новичка это код уже ух, в общем, ребята, спасибо за доверие, писать будете, я надеюсь, что я вас воодушевил, и конечно же, конечно же будете писать, и я скажу больше, будет у вас получаться и как у меня, и у других ребят, вот новичок, вы же увидели, изучает два языка, все получается, и выйдите на то, что первый язык будет сложнее, а потом язык будет действительно за два, три месяца, почему, потому что основные понятия у вас уже будут вложены, вам надо будет просто понимать отличия, что делает, допустим, та же функция в этом языке, везде есть методы, везде есть дополнения, но все это очень одинаково, поэтому единственное, разобрались с синтезом и вперед, все это делает школа, поэтому, ну, наверное, все сказал, спасибо.